Ансамбль «Станишники» Ансамбль фольклорный, он был гораздо масштабнее, было 15 человек, но по стечению обстоятельств ансамбль прекратил существование, многие ушли из жизни. Ну, всякие на то были причины. Почти каждый член творческой команды приобщился к музыке еще в детстве, так же как и станичник Александр Саяпин, который пел еще в старом ансамбле. Желание петь, так скажем, я с детства в школе пел, в художественной деятельности, там в своем селе, где родился. В семье у нас тоже пели, бабушка хорошо у меня пела, папа на гармонии играл, на гитаре, на балалайке. Брат старший тоже на баяне играет. Ну, с тех пор я полюбил пение, участие в общественной жизни. Станичники неоднократно были лауреатами фестиваля «Слепой музыкант» и часто выступают на мероприятиях, но места репетировать у них, можно сказать, нет. Анна Самарцева любезно принесла ансамбль в маленьком слабоотапливаемом помещении, который является филиалом обослой библиотеки для слепых. Здесь осталась единственная свободная комната, можно сказать, которая имеет доступ незрячие читатели, потому что здесь все в аренде уже. Они изъявили желание, они, конечно, посоветовались со мной, можно ли здесь собираться. Я с удовольствием их здесь приняла и как бы действительно являюсь постоянным слушателем, первым слушателем. У песенного коллектива нет не только репетиционного зала, но и собственных костюмов. Вот мы поем, ни за деньги, ничего, нам ничего никто не платит, ни копейки, ни Николая Георгиевича ни одной копейки за это не платят. Ни нам, ни то, мы просто так ездим. Еще вот у нас, мы по прошайничьим ходим, рубашки вот эти вот, кто даст нам одеть, мы берем. Насчет костюмов начали говорить, нам говорят, у нас денег нету. Каждый станичник имеет мечту, связанную с творчеством ассамбля, но есть и несколько общих, воплотить которые хочется больше всего. Ну, мечта, она всегда присутствует. Ну, мы хотим достичь популярности как в городе, так и в области. Мы, вот, я говорю, ездим по концертам, даем. Дальше, моя мечта и мечта всего нашего ансамбля, пока немножечко рановато об этом говорить, но тем не менее, все-таки уже три года, репертура у нас для этого есть, и есть возможности получить звание народного. Из далека не улыбнись, моя любимая.